Добрый день, мои дорогие подписчики! Всем салам алейкум из нашего прекрасного Казахстана! Очень много вопросов от подписчиков, как я работаю с аккумуляторами, сделанными по технологии EFB. И вот сегодня предоставилась такая прекрасная возможность показать вам, немножко рассказать, возможно, и продемонстрировать свою работу. Те, кто первый раз залетел на мой канал, хочу сказать, что я не навязываю свои методы работы никому, не рекламирую свой сервис, а просто показываю то, как я работаю с аккумуляторами. Вот, можете считать, что от них и делать, а может, по-другому посчитаете, судя его, не важно. Так, что мы имеем? Имеем ОКОМ EFB, который прикупили две недели тому назад. Самое удивительное, я уже шорт выкинул на эту тему, самое удивительное, что дата выпуска 12.23, то есть она сделана в декабре, видимо, ОКОМ у них проблемы с календарем, или не знаю с чем, но это их проблемы, это их проблемы. Ну, решили немножко ввести в заблуждение своих покупателей. Ладно, ага. Это на их совести. Я замерял при клиенте, при клиенте вот такие у нас замеры вылезли, два 0, 9 ампер пусковой ток, 6,82 вольта было, и сопротивление 181, что-то написал-то, 82. Ну, как видите, сейчас уже тестер зацепляться не хочет, а нет, вот, нет, не хочет, не хочет, абсолютно не хочет цепляться, давайте замерим, по мультиметру, сейчас, и так, напряжение на мультиметре у нас 7 вольт, 7,3 вольта, 7,35, 37, о, набирает, сама по себе заряжается наша батарейка, ну, если кто, кому известно устройство тестера, то в нем стоит сопротивление, которое, в принципе, немного гасит напряжение, когда батарея разряжена, оно берет на себя, и бывает даже, показатели по напряжению, немножко, ну, мягко говоря, некорректные, от этого никуда не деться, так уж устроен этот тестер, так, с чего начнем, блядь, куда где пирометр опять, домовенок у меня в этом гараже, где-то живет, постоянно все от меня прячет, так, видим, 4 градуса на батарейке, да, 4 градуса, 4 градуса, недостаточно для того, чтобы начинать работу с этой батареей, поэтому я вначале ее отогрею, и отогреваю, я сейчас покажу, где я их отогреваю, и мы продолжим работку с EFB+, вот такой отогревочный стенд, шкаф, бокс, короче, вот такая огрелка у меня для аккумуляторов, заодно и для дровишек, для сушки дров, но, что это мое слабое сердце, сегодня на улице, с утра было, что-то минус 5 или минус 6, завтра ожидается понижение до минус 18, поэтому дровишки, наверное, поспрыгивают с этого стенда, и будем заполнять его батарейками, ну, а пока наш EFB в унылом одиночестве будет отогреваться, нагрею его, ну, не ниже 15 градусов, 15 градусов считаю самой оптимальной температурой для начала работы, батарейка, особенно в разряженном виде, чтобы за счет прогрева зарядом батарейка еще, еще, блядь, скирали еще, блядь, батарейка просто начнет разгоняться, понятно, да, по температуре, прогреваться, но, если, блядь, как Ленин, блядь, или как Брежнев, если батарейку привезли с более лучшими параметрами, то есть более заряженная, стараюсь прогревать до 20 градусов, чтобы заряд усвоился намного лучше и эффективней, что и вам, нет, я никому еще не советую, короче, просто я вот так вот делаю и на весь и все, блядь, заговорился. Так, ну что, наш незаконно рожденный друг, прогрелся, 23, так, здесь 19, ну, в принципе, пришла его очередь залазить в зарядный бокс. Ну вот, нашел он своих друзей по несчастью, давайте накинем крокодильчики, а нет, давайте-ка мы замерим, оттестируем его, конвейчикам, что нам дал прогрев, прогрев, мониторить будем все движения с этой батарейкой, чтобы было, ну, проверьте соединение, то есть у нас конвей не хочет за него цепляться, так что продолжим, продолжим с работу с зарядом. Так, подцепили мы нашего китайского друга, почему на китайцах начинаю работать с такими батарейками, сейчас попробую объяснить, сформулировать, ток убираем на минималку и подключаем зарядное устройство, потому что сейчас предзаряд нам это одна из самых таких важных моментов в реанимации вот таких вот сильно высаженных батареек. Как видим, сначала 14,8 было, и теперь напряжение, оно должно у нас снизиться до минималок. Так, и почему я начинаю работу, многие задают такой вопрос, почему я не работаю сразу на выпивах, потому что выпива у меня все заняты, все в деле, и вот это такая самая одна из самых легких частей, блядь, частей, нет, из легких циклов заряда это предзаряд и абсорбация, которая не требует, как бы, не требует к себе пристального внимания, и вот именно китайцы, вот эти, вот эти, что эти, вот что-то он скинул, блядь, напрягся, что ли, блядь, они с такими задачами неплохо справляются, но что хочу сказать, что все-таки вот эти аджинги, они справляются гораздо лучше, чем Foxar, потому что Foxar заканчивает работу на одном ампере, вот эти аджинги заканчивают работу практически по нулям, то есть основной заряд, но пока мы с вами разговаривали, блядь, я, по сути дела, разговариваю сейчас сам с собой, блядь, напряжение упало до 13 вольт, и ток у нас 1,7-1,8 прыгает, начинаем с минималки, время без 10,4, сейчас часок я подержу в таком режиме, если напряжение у нас не начнет снижаться, то возможно я добавлю зарядный ток до 5% от емкости батареи, то есть до 3 ампер, если напряжение снизится, то попробуем опять же добавить ток до 5%, и дождемся 13 вольт после снижения, после того, как 13 вольт у нас набирает, будем считать, что предзаряд у нас законченный, закончился, не конченный предзаряд, а закончился, и перейдем к следующей стадии заряда, это основному заряду или абсорбации, ну, для особо грамотных абсорбций, блядь, да, забыл сказать, для тех, кто вот именно задает вопросы, почему я начинаю работать с китайцами, свою причину я объяснил, надеюсь, понятно, да, что мне удобнее так работать, но если такого устройства нет, и есть только вымпел 57, 57, то вот эти уставки, я их озвучиваю, с такими же уставками вы можете начинать работу также и на вымпеле 57, но если работать только с одной батарейкой, то это конечно проще, чем работать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, чем с четырнадцатью, на текущий момент у меня 14 батареи вовсе, поэтому моя основная причина именно только та, что мне нужно оптимизировать процесс заряда с несколькими батареями, если бы была одна я конечно от начала и до конца все показал бы на вымпеле друзья ну минут двадцать наверное прошло может с полчаса были люди у меня видим пошло снижение напряжения видно да до 12,4 при тех же параметрах ток у нас примерно на том же уровне стоит на минималках теперь мы мониторим полное снижение до каких параметров оно снизится как как только напряжение снизилось допустим там 12,3 и начало опять расти потихонечку значит время пришло добавить 5% от емкости батарея и еще друзья мы совсем мы почему мы я забыл показать вам плотность чтобы не было лишних рассуждений я ее замерял при клиенте замерил абсолютно все 6 баночек 5 и плотность у нас 1,05 видно да так ну 1 1 0 1 0 0 8 ну я записал 1,05 так больше вроде ничего не забыли ничего не забыли что продолжим работежку нашу примерно в течение часа напряжение у нас стоит на месте 12,4 и ток также стоит на месте поэтому давайте добавим 5% до 3 ампер и где-то в течение часа посмотрим за динамикой если допрыгает наша батарейка до 13 вольт через час договорился с боксом надо пора бы уже маслице поменять заеду поеду в бокс проведу замену масла но у нас снова птицы в стае собираются ждет их за моря дорога дальняя яркая там веселая зеленая до свидания лето до свидания собираются потихонечку обморозыше так наметая пока подешевела пока не забыл давайте вырвал минутку загляну в комментарии к шорцу и давайте уясним несколько вопросов которые назревают сами собой значит согласно уровня смотрим уровень уровень для разряженной батареи нормальный и уровень одинаковый во всех банках не доебешься короче можете делать там стоп-сигнал или как стоп-сигнал стоп-кадр а можете стоп-сигнал похуй теперь что согласно дате пишут там 12-ая неделя если была первым я так и подумал что наверное 12-ая неделя но у меня этих акомов как забанил 0-4-19 да 18-го года батарейка это кстати вот эту батарейку я выбирал это братан ездит и до сих пор она у него в почете на приорке стоит так ну вот эта батарейка 20-й год тогда тогда ты что там у нас настраивается оптика настраивается зрение моего уже нет 0-9-20 сентябрь нет 9-я неделя конечно это 4-я неделя это 12-й ребята не выдумывайте акомы ставят год вернее месяц и год а вот эта цифра я хуже неудача это 0-2-x 10-с здесь еще 13-с вот это я уже в эти подробности не вылазу не хочу забивать свою буйную головушку хуйней всякое так ну что наш подкидыш примастился к соседям так время у нас 8-й час и пора дергать до дому напряжение устаканилось на 12,5 вольт вот сейчас 12,6 но ток по-прежнему на 3 амперах в этом в этом положении мы ее оставляем до утра и так как это один из самых тяжелых и опасных периодов в жизни батареи блять сам себя хуже самый ответственный момент это именно предзаряд вот пусть работает батарейка до утра батарейка от аджин 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 до утра и наполняет наполняет наш юфби медленно верно и уверенно энергии а я переодеваю колботки и домой ну что наш подкидыш немножко начал сопротивляться заряду и как видим ток упал до 2 и 8 ампер а напряжение выросло за ночь до 13 и 3 и теперь можно ему дать полных 6 вот 6,2 время 20 минут 11 так давайте замерим плотность что у нас с плотностью плотность 1 12 по-моему 12 да 1 а нет 1 да а нет а 1 12 короче плотность 1 12 ну что продолжаем работу немного проморгал тот момент когда наш бездатный друг подравнялся на 14,8 вольт и когда пошло снижение потоку тока тока началось снижение тока как видим сейчас уже снижение дошло до 5 ампер держалась оно на 6,2 ампер буквально я думаю что где-то с полчаса потому что приезжали люди пока замеряем замеряем измеряем вымеряем все прочее такие мелкие хозь дела производил время это упустило этот момент так давайте замеряем я хотел просто в тот момент когда началось снижение замерить плотность но нам это не поздно сделать и сейчас так плотность у нас 1,14 достаточно в одной банке померить батарейка у нас ого-го какая новая она блять выпущена гостья гостья из будущего поэтому во всех банках плотность должна быть 1 1 одинаковая хотел сказать однохуйственная нет одинаковая одинаковая 1,14 ну все прекрасно все чудно продолжаем с ней работать оставлю ее на ночь сейчас добью кое-какие свои делишки вот с этими партнерами этой этой ей ипишки удалось мне сделать небольшую рокировку чтобы подключиться к вымпелу на текущий момент у меня работают одни вымпелы и я сейчас работаю только с перезарядами ну с утречка обычно такая история поэтому ничего удивительного вот вот наш агрегат который будет обслуживать наш EFB наш ваш их 3,2 ампера и как видим ток пошел можно слегка выровнять до 3 ампер амперчиков ну что время без 10 10 начинаем работу с этой батарейкой наш бездатый друг стоит уже 2 часа 9 минут на дозаряде набрал на 3 амперах 16 6 вольт и пока это напряжение у нас держится без всяких изменений ну давайте через 2 часа замерим плотность так ну плотность поперво поперво неплохо за 2 часа у нас уже 1.26 а блять ну-ка 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 да 1.26 1 почти 1.26 как видим как вы успели или не успели убедиться дозаряд решает дозаряд перезаряд кипячение как угодно можете так это и называть вот таким образом это все дело происходит внутри он решает он поднимает стратификацию и перемешивает поднимает вернее кислоту снизу батареи и перемешивает электролит равномерно по всей плоскости пластин тем самым увеличивается эффективность батареи увеличивается ее мощность отдача электроэнергии так как у нас нет никакой разности по разности потенциалов даже так скажем потому что если у нас будет расслоение электролита в одной части на одной части пластин будет одна проводимость на другой с изменением плотности будет абсолютно другая батарея должна работать синхронно должна работать кулачком а не пальчиком по отдельности и тогда у батареи появится полная мощность та которую эта батарея может отдать но у нас веселье продолжается сегодня минус 28 было так это мои суслики готовые к отправке в работу вот на утро не на утро уже 12 часов но пока еще тут только 4 батарейки привезли подъезжало уже человека 4 наверное блин наверное 4 точно давай замерим плотность хули ее мерить плотность и так понятно что если машина еле завелась нужно делать какие-то выводы а не ждать пока жареный петух не клюнет в одно место приобрел водички вернее не приобрел запасе кто-то запасается дровами дровами я запасся раньше на зиму я запасаюсь водой у нас проблема с доставкой с поставкой вот такой воды и начиная где-то с декабря месяца по март практически эту воду не привозят так как вода имеет свойство перемерзать сделал запас так где-то у меня почти 150 литров остается до марта не знаю увожусь не увожусь но будет видно все зависит от того от фронта работ ладно одна комнатного мы трогать не будем в этом ролике пусть живет хоть я и обещал устраивать ему разъебы но я знаю что он смотрит мои ролики не знаю плюется не плюется это дело его но пусть покажет свои владения плют аккумулятор цех в котором он пытается научить уму-разуму из которого пытается научить уму-разуму пусть покажет свои запасы воды он может сказать зачем мне запасаться пошел в магазин и купил согласен согласен ну пусть покажет хотя бы пятерочку воды а не полторашечку ладно что-то я говорю не о том друзья наша задача вытащить вот этого EVB свежий абсолютно новый проблема возникла не из-за того что батарейка плохая батарейку мне привезли сразу с привавкой и с привавкой она была идеальная то есть все показатели были выше чем заявлены батарейку сразу кинули под капот первичную первичное обслуживание я с этой батареей не делал но проблема возникла именно на автомобиле то ли он забыл выключить магнитолу то ли они с этой проблемой сейчас сами разбираются потому что там не один хозяин у машины пусть разбираются с машиной а мы будем разбираться с батарейкой наше дело маленькое но наше дело правое и мы победим буквально не прошло и 15 минут после нашего последнего включения записи и вымпел нам маякнул что заряд окончен с этой батарейкой нужно прекратить работу что мы и сделаем давайте отключим ее от зарядного и вообще выключим зарядное наше устройство 15 минут тому назад мы мерили плотность давайте замерим ее еще раз так 126 уверенных мы видим батарея будет оставаться 2 3 а может 4 часа сейчас этот вымпел перепрыгивает на другую батарейку вот эта батарея panasonic абсолютно новая батарея вот она установлена эта батарейка на toyota land cruiser и батарея батарею привезли полностью замерзшая внутри был лед слезы льет лед но в нашем случае не слезы наверное остатки электролита автомобиль приобрели несколько дней тому назад в автосилоне что самое парадоксальное в автосилоне не смогли ее завести машина стояла на улице по быстренькому батарейку затащили в этот ну в помещение отогрели подогрели обобрали ну то есть подзарядили слегка кинули под капот машинка завелась и с этими бантиками с подарочными с натертой резиной с ослепительным салоном она вот приехала в город а на следующий день соответственно первый день как пригнали и обмывали и обмывали после обмывки решили завести машину но фокус не удался внутри буллет правда показатели в принципе неплохие батарейки ну как неплохие ну и нехорошие вот такие 24% так многие меня ругают за то что я делаю вот такие вставки которые не относятся к героям ролика ну ладно напишите в комментариях нравится вам эти вставки или они вам абсолютно не нужны исходя из количества за и против я буду делать выводы и как клиент всегда прав подписчик тоже наверное всегда прав буду подстраиваться под ваши пожелания почти почти 5 часов наш друг без даты отстоялся свободном плавании да состоянии свободном состоянии давайте замерим плотность посмотрим посмотрим что нам дал отстой отстой нам практически на нет 126 мы видим давайте еще одну баночку ну почти 126 125 с половиной где-то в полточки разбег все равно есть но и просадка была очень глубокая давайте сегодня сделаем еще один дозаряд один дозарядик работы привалило шара иди вон 190 оформе удалей водички замерь уровень корректируй он немного но сегодня за сегодняшний день привези 12 батареек 12 батареек это но это мало с учетом того что сегодня было ночью минус 28 абсолютный рекорд у меня был два года тому назад когда за один день привезли 37 37 кислотных автомобильных аккумуляторов так а зачем я подключил мы же хотели с вами до к пяти часам вечера уже начинаю подсвистывать давайте замерим то ради чего мы с этой батарейкой работаем есть ли в ней крутящие параметры так это у нас 600 ампер EFB 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 так отключим вспышку у меня у самого уже батарейки садятся к концу рабочего дня людей очень много вот параметры вы сами видите 100% по суху 440 сопротивления 627 ампер выдает но НРЦ даже спустя в районе 5 часов где-то мы эта батарейка у меня стояла в отстой 1341 плотность мы не вывели оптимальную нам надо вывести оптимальную плотность в этих батареях 129 но можно остановиться и на плотности 128 как эти парняки говорят которые что 8 суток простоит плотность догонит нет она в отстой не догонит но поставить как при установке на автомобиль плотность вырастет при поездке основной пинок мы дали так теперь у нас подключен вот этот вемпиок включаем также 3 ампера напряжение 17 вольт сегодня придется мне задержаться буду работать наверное часов до 7 возможно до 8 потому как надо эти батарейки обслужить те короче работы хватает так ладно продолжим чудо действия чудо действенное воскрешение реанимация или как другие говорят восстановление но восстановление я стараюсь этот термин избегать и не употреблять его ну иногда в раннем детстве я ранее юности и молодости я им пользовался так ладненько работаем дальше 2 часа 15 минут длился второй до заряд время 15 минут 8 и ну плотность я каждый замер плотности я не фиксирую на видео регулярно и систематически делаю обход плотность видим 129 то есть мы добились того результата к которому стремились добились легко и просто отключаем клеммочки ну что друзья боюсь что завтра с утра у меня не будет времени для того чтобы дописать этот ролик и добить сделать замер после отстоя но по результатам предварительного замера после в районе пяти часов отстоя можно сделать выводы что батарейка она набрала все свои параметры даже с превышением в принципе вот эти аккумы EFB они так и ведут себя батарейки нехорошие неплохие неплохие батарейки можно эксплуатировать в условиях в наших условиях севера в принципе но три года три года эти батарейки ходят неплохо на четвертый год начинаются проблемы пластины тонкие пластины утонченные но это в принципе небольшой дубликат реактора но реактор все-таки я считаю батарейки они получше хотя тоже проблемные вот с тем реактором я уже четвертый день кувыркаюсь плотность растет очень туго это все следствие того что батарею не привозят весной привозят когда жареный петух в жопу клюнет осенью основной основное обслуживание нужно проводить все-таки весной день сегодня прошел в бешеном ритме в бешеном таком темпе подвезли еще три батарейки особых приключений не было ореометр целый за исключением что опять раздавил трубку трубка таких трубок очень мало очень редко можно найти также использую коктейльные трубки но это не то вот это 6 миллиметров диаметр гораздо удобнее ну ладно чушь на старуху бывает проруха так вон они стоят отогреваются сейчас моя задача распределить те которые отогрелись закинуть зарядный бокс разобраться с этими дозарядами проверить плотность от отставить сторонку те батареи которые у нас уйдут завтра к клиенту я делаю свою метку что батарея в принципе готова чтобы из зарядного бокса переместись вот в ту сторону где у меня готовые батареи завтра обещают тридцатку и думаю что завтра будет тоже такой же веселенький день что друзья на этом всем хочу пожелать здоровья удачи успехов в делах мирного неба над головой чтобы рядом всегда были близкие вам люди близкие нужные любимые ну и в нашем деле что самое главное берегите свои батарейки всем пока пока